Военная помощь Украине от США на 61 миллиард долларов и предоставление украинской армии дальнобойных ракет Атакамс стало сигналом для панических заявлений кремлевских пропагандистов. В России со дня на день ожидают ударов по Керченскому мосту. Впрочем, сооружение и без того не в лучшем состоянии. Уже месяц там не пропускают составы с горючим. Крымский мост не обеспечивает в необходимом объеме военные логистики. Если еще машинами, даже военными грузовиками, по нему можно ездить, то полноценные поезда, например, с горючим, стоят на Тамане уже месяц, потому что россияне не уверены, что мост выдержит этот груз после полученных повреждений. Дмитрий Плетенчук. Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга. В эфире марафона «Еды не новыны». Дмитрий Плетенчук подчеркнул, военные логистические объекты во временно оккупированном России и Крыму являются законными целями ВСУ. А Керченский мост – абсолютно лишнее сооружение. В США подтвердили, Украина может применять дальнобойное вооружение на оккупированных российской армией территориях, в том числе и в Крыму, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона. Украина получила дальнобойные ракеты «Шторм Шэдоу» «Скальп» от Великобритании и Франции. Киев просит Германию предоставить ракеты «Таурус». О том, что ВСУ в новом пакете помощи получат атакам, сообщили в Пентагоне. Это очень-очень точное и серьезное оружие, которое сейчас заставляет российских оккупантов дергаться в желании найти более спокойные места для того, чтобы, опять же, укрывать свою логистику, пункты управления, базы и все остальное, что имеет отношение к военному комплексу. Ракеты «Атакамс» с дальностью до 300 километров – серьезное оружие для поражения необходимых целей. Украина увеличит количество дальних ударов по территории России, заявил командующий вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин в интервью Financial Times. А это значит, что Киев сможет серьезно влиять на ход боевых действий. А еще перегрузит российскую ПВО, говорят эксперты. С 100 ракетами можно таки действительно развалить вот этот сухопутный коридор, который пытаются построить расисты, поскольку понимают, что Крымский мост обречен в свое время. И его, так сказать, судьба постигнет совершенно понятная. Они строят логистику по сухопутному, сухопутный коридор, строят от ее как раз в узловых точках. Там есть небольшие переправы, небольшие посты, там есть узловые станции. Вот эти 100 ракет способны уничтожить. Уничтожение Керченского моста неизбежно, считают аналитики. Как отмечает издание The Guardian, ликвидация моста усилит позиции Украины на пути к освобождению оккупированного России полуострова. Керченский мост тоже является, я совершенно в этом уверен, я думаю, он будет уничтожен, поскольку он является совершенно законной целью, он служит в интересах российской оккупации и войны против Украины. Поэтому целей таких может быть очень достаточно, скажем, для того, чтобы мы поработали несколькими сотнями или даже тысячей этих ракет. Керченский мост атаковали дважды. В октябре 2022 года после взрыва грузовика там обвалились две полусекции автомобильной части моста, а также были повреждены железнодорожные пути. В июле 2023 Керченский мост атаковали повторно морскими дронами Sea Baby. После этого россияне оградили сооружение специальными боновыми заграждениями. Но поможет ли это? Пора запечатлеть Керченский мост на память, считает посол Литвы в Швеции Лина Слинкевичус. Виктория Смирнова для телеканала Freedom. И перейдем к теме нашего сегодняшнего с вами разговора. Керченский мост будем обсуждать. Это, собственно, законная цель для Украины. Так вот, первый вопрос. Когда и как он может быть разрушен? И насколько важно мнение партнеров по этому поводу вообще? Мнение партнеров мы учитываем. Особенно в контексте того, что Украина имеет имидж надежного партнера, надежного союзника, который всегда придерживается, взятых на себя обязательств. Это первое. Что касается, в общем, этого сооружения, тут на самом деле все очень просто. Существует международное право, в том числе международное морское право. Данный объект построен в территориальных водах Украины. Это 12-мильная зона от берега. То есть построено это на нашей территории. Согласно международного права, территориальные воды являются такой же суверенной территорией, как и непосредственно сухопутная часть территории любой страны. Поэтому только Украина имеет право решать, насколько это законно или незаконно, и никто другой. Мы, конечно же, решили, что это незаконно, потому что так это и есть. И, соответственно, мы на своей территории имеем право уничтожать любые объекты, которые там находятся против нашей воли. Особенно если эти объекты используются в качестве военной логистики. И этот мост именно для этого и использовал. Сейчас, конечно, это затруднено, но, тем не менее, мы в своем праве. Ныне, собственно, ну давайте так. Эту тему также о ней прекрасно понимают и слышат и российские оккупанты, представители военного руководства государства, террористы, скажем так. И, как я понимаю, адресуем этот вопрос вам, принимаются определенные меры по защите этой незаконной постройки под названием Керченский мост. Какие эти меры, собственно, сейчас делаются со стороны государства-террористов в той акватории, о которой мы говорим сейчас? Ну, максимального масштаба этих мероприятий они достигли уже давно. Теперь уже только по ниспадающей можно ожидать. Я, конечно, не беру в расчет бронепоезд, его еще можно загнать на мост, в принципе. Но, конечно, он может не выдержать. А так, в общем и целом, они комплекс мероприятий по охране этого объекта уже давным-давно организовали. Это начиная от досмотров с использованием Росгвардии и фактически там режим государственной границы. Ну, где она и была, в самом деле. И заканчивая силами противовоздушной обороны, ким войск, которые задымливают аэрозолем этот объект, когда они ощущают какую-то опасность. А вот как раз морская составляющая, она уменьшилась. Если раньше мы наблюдали на контроле гражданского судоходства и охране моста от 10 до 14 корабельно-катерного состава одновременно в этой экватории, то сейчас это не наблюдается. То есть сейчас они с бережка в бинокле наблюдают за экваторией возле этого моста. Да, там есть боновые заграждения, они их восстанавливали, но в любом случае они же не могут крымский канал полностью перегородить. Потому что это вопрос работы портов на Азове и, соответственно, оставить себя без них они не могут, потому что там есть и официальные порты в Азовском море и те порты, которые они оккупировали. Это Бердянский Мариуполь, который они тоже используют в своих целях. Интересно, чем можно уничтожить F-16, Атакам, Шторм Шэдоу? У нас, конечно, еще есть определенного рода арсенал, который мы ожидаем от наших партнеров. Чем более целесообразно и какая разница в этих видах уничтожения моста? На самом деле не стоит забывать, что мост – это, в принципе, сложное гидротехническое сооружение, которое, как правило, строится и с наивысшими требованиями по прочности и конструктивной эффективности. Поэтому, конечно, такие объекты достаточно сложно уничтожать. Давайте вспомним, как Антоновский мост уничтожался долго и нудно. Соответственно, с этим мостом тоже повозиться, конечно, придется. И несмотря на то, что мы видели, как он реагирует на подрывы, когда проваливаются целые пролеты и после ударов выходят из строя фактически опоры. Тут, конечно, другая сторона медали – это российское распиливание бюджета, когда они, скажем так, могут не выдерживать некоторые параметры технические, ну, за что им отдельное большое спасибо. А что касается, в общем, таких сооружений, ну, они, конечно, в принципе, сложные. Учитывая особенно то, что у них есть защита. Эти, вот, например, задымливания аэрозольные, они не случайны на этом объекте. Они предназначены для того, чтобы, например, ракета, которая будет атаковать этот объект, не могла сориентироваться относительно дальности до цели, например, за счет лазерного дальномера, который в тумане не работает. Или, например, машинного зрения, когда ракета-объект знает, как выглядит, но в тумане, точнее, в аэрозоле. Она, например, может его не рассмотреть. Поэтому тут это соревнование действия и противодействия. И каким именно инструментом этот объект будет уничтожен, мы узнаем уже постфактум, конечно же. Но набор инструментов определенный нам в руки дают, и будем надеяться, что это будет реализовано. Важное уточнение в контексте вооружения, которые есть, номенклатуры, которые есть у Силы обороны Украины, это морские беспилотники. Какую роль морские беспилотники могут играть в целом в процессе повреждения Керченского моста? Ну, в прошлый раз они сыграли ключевую роль в этом процессе. И практически только по течению обстоятельств удачному для нашего противника этот мост не рухнул в тот день полностью. А так, в общем и целом, это всего-навсего один из вариантов, один из инструментов, которым эта консервная банка может быть вскрыта. То есть, опять же, не будем раскрывать всех подробностей, но, как вы понимаете, у нас есть разные варианты, и, конечно же, этот объект оттуда должен быть удален. Это, безусловно, удар по логистике. А насколько это является таким деморализующим фактором, что ли, для нашего противника? Вот разрушение моста или, например, просто железнодорожного сообщения для начала? Ну, знаете, на самом деле, вот тут как раз деморализующая составляющая по состоянию на сегодня будет больше, чем техническая. Потому что технический мост сейчас для логистики не очень пригоден. Я об этом уже говорил в эфирах. И насчет составов с горючкой, которые не запускают на мост из-за их веса. И за счет того, что фактически военную логистику он не может обеспечить. Но, с другой стороны, вот простой вам пример. Те же самые системы, которые пользуются, например, Эскандер, или тому подобные, пусковые, она, в принципе, самостоятельно проехать по мосту может. И точно так же она может перезаряжаться, например, на материковой части России. То есть заехали, отстрелялись, уехали, как вариант. Но, да, в общем и целом, Крымский мост понемногу превращается в чемодан без ручки. И, соответственно, он больше становится именно символом имперскости современной Российской Федерации, так называемой. Потому что, конечно, в случае уничтожения этого объекта, это будет серьезный удар не только по имиджу РФ, но и по настроениям на оккупированных территориях. У них уже, скажем так, чувствуется то, что инвесторы понимают, насколько рискованна эта зона для капиталовложений. Коммерческая недвижимость вставляется на продажу, при том, что она была, в принципе, незаконно приобретена оккупантами. На уровне населения, конечно, еще прозрение не наступило, у них еще стадия торга. Но те, кто оперирует финансами, оценивает риски трезво, а не через призму российской пропаганды, они уже свои выводы сделали. И матверы на форумах жалуются, крымские, что дела не то чтобы хороши. Поэтому в конечном итоге, скорее всего, все они организуют какой-то матверский батальон и поедут воевать на юг, наверное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!